Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Людмила Александрова, и утренняя информационная бригада нашего канала. Главное управление МЧС России по Новгородской области информирует. Сегодня, 24 мая, с 10 до 16 часов будет проводиться проверка работоспособности громкоговорителей и сирен. Просьба к населению во время звучания электросирен не прерывать работы и своих занятий. Сегодня с половины девятого утра до половины шестого вечера региональное отделение пенсионного фонда проводит традиционную прямую линию для жителей региона по всем вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда России. И сегодня же для жителей Великого Новгорода и Новгородского района пройдет прямая телефонная линия, посвященная вопросам материнского семейного капитала. В Великом Новгороде на стадионе «Волна» прошли соревнования пожарных подразделений. Вязка двойной спасательной петли, подъем по штурмовой лестнице, челночный бег, кросс на тысячу метров и традиционная пожарная стометровка. Такие испытания были выбраны не случайно. Все это должен уметь настоящий огнеборец. Хорошая спортивная подготовка должна быть у каждого спасателя, считает пожарный с 26-летним стажем Сергей Иванов. Тренирует, во-первых, волю, силу, скорость, умение работать с пожарным оборудованием. В общем, это одна из ключевых, на что мы делаем ставку. И как бы такие соревнования, они нужны. Можно сказать, что круглый год мы готовимся не только к этим соревнованиям, но и другим, в которых необходимо тоже так же проявлять все же самые навыки и способности. А на этих соревнованиях мы просто смотрим и показываем то, чему мы умеем, то, чего мы достигли, как мы совершенствуем. В соревнованиях приняли участие около 50 спасателей со всего Северо-Запада. Огнеборцы боролись за победу в номинациях «Лучший начальник караула», «Лучший пожарный» и «Лучший работник пожарной охраны». На городской области полным ходом идет акция «Подари ребенку лето, заплати алименты». Акция с таким ярким призывом – это уже традиция. Приставы вместе с общественными организациями каждый год с 10 мая обходят должников с целью пробудить в них совесть. Как оказалось, уклоняются от выплаты алиментов не только отцы. К сожалению, у нас встречаются и должники, и мамы, которые тоже по решению суда обязаны к выплате алиментов. У нас сейчас 25% от общего количества должников составляют женщины, поэтому приходится и по мамочкам ходить. Статистика задолженности по алиментам говорит о многом. На сегодняшний день по Новгородской области действует 7,5 тысяч судебных решений по должникам. Общая сумма долгов – более 1 миллиарда рублей. Эти деньги по закону принадлежат детям, оставленным кем-то из родителей. Они, несмотря ни на что, все равно ждут, что папа или мама заявят о себе и помогут, если не деньгами, то хотя бы вниманием и заботой. Сегодня в Великом Новгороде начинается череда праздничных мероприятий, посвященных Дням славянской письменности и культуры. В полдень в Новгородском Кремле у памятника Тысячелетия России состоится торжественная церемония открытия и возложения цветов горельефом Кирилла и Мефодия. В 11 утра в Гуманитарном институте НовГУ состоится региональная научная конференция 900-летия собора Рождества Богородицы Антониева монастыря. Начнется она с открытия книжной выставки из фондов научной библиотеки университета. А уже вечером волонтеры поискового отряда «Феникс» на машинах и участники движения «Мото Новгород» на железных конях проедут по улицам областного центра с голубыми лентами и ориентировками всех пропавших в регионе людей. Пробег будет приурочен к Международному дню пропавших детей. Колонна будет состоять из 10 автомобилей и 15 мотоциклов. Она стартует от Монумента Победы на Екатерининской горке в половине восьмого. Леница проедет по площади улицам Газон, Большой Санкт-Петербургской и Великой. Финишировать она должна у драмтеатра. Ориентировки будут размещены на боковых и задних стеклах машин. У меня на этом все. Далее о погоде. А я прощаюсь. Желаю вам отличного дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова